Дресс-код А вот, собственно говоря, главный атрибут сегодняшнего вечера – гроб, в котором будет похоронено лето 2024 года. Именно здесь оно будет лежать и покоиться с миром. Что же, ждем начала концерта, ждем музыкантов на сцене. Дресс-код Выступают организаторы группы Мурин-Мо и, как мы видим, в полном восторге! 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 Мы сняли концерт, а потом уже начали решать, да, какое будет мероприятие. И мне пришло в голову, думаю, прекрасно, давайте лето похороним, а почему бы и нет? Действительно! А то оно уходит, знаешь, кто-то может расстраивается, а может кто-то нет. Как вы сами оцените свой перфонс? Вам все понравилось? Ну, я его не видел со стороны, потому что я стоял на коленях и нашептывал довольно странные вещи в микрофон. Но потом, как перетепло все в концерт в Мурин-Мо, было достаточно неплохо. Ну, влились в атмосферу, да? Да, так было задумано. Но на самом деле-то что, лето-то прошло, да? Прошло. Собственно, тут даже нечего дискутировать. Прошло, похоронили. Мы его похоронили, да, и оно придется, может быть, когда-нибудь, а может не вернется. Это правильно. Девочка, которая лежала в гробу, например, она живая, но я даже и не знаю. Она так бледно выглядела. Хотя, непонятно даже, может, она и мертвая была. Но в любом случае, спасибо за этот перфонс, это было необычно по нашим меркам. Может быть, это был покойник, кстати, да, потому что в целом я даже не понимаю, покойник был это или настоящий человек, или вообще манекен. Это было охуенно, самое главное, спасибо. Да, все. Настя, вы отыгрывали в этом перфонсе лето, все-таки сколько смелости нужно иметь, чтобы залезть, пусть и настоящий, но гроб? Ну, знаете, на самом деле я не очень самоверная, хоть моя мать верит в Гитлера и... В Гитлера? Да, в Гитлера и инопланетян, но на самом деле там очень спокойно и очень удобно, потому что Влад, который играет в группе Моурин Мо, пилил этот гроб именно под мой рост, под мои габариты, и мне очень там комфортно и удобно. На удивление. Я знаю, что такое смерть, я хоронила родственников, но на самом деле там прям очень спокойно, что и пугает. И умирать не страшно, да? На самом деле, оказывается, нет, потому что там очень спокойно. Я закрыла глаза и все. Спокойство и умиротворение? Да, да, прямо это умиротворение. Илюха, мне кажется, твой шрам на брови, твое боевое ранение, многое говорит о вашем выступлении. Как это вообще получилось, расскажи. Ну, что, наш бассейн взял свой гриф и мне уебал полбу. Ну, это, конечно, необычно, блядь. Как в целом выступление свое оцените? Ну, была, конечно, лажа в некоторых моментах, но говорят, что зала не слышно, так что... Согласен, зала слышно не было, зал фест разъебывался, это я подтверждаю полностью. Это я видел, это я видел. Ну, в целом, отлично сыграли. Благодарим вас за это выступление. Спасибо большое. А этот шрам у вас останется как память? Как память. У меня уже нос кривой, блядь, после концерта одного. Ну, хорошо, спасибо большое. Теперь шрам от этого добавится. Вы, наверное, были одним из самых активных участников слайма Мошпитова на этом концерте. Как вы вообще свои эмоции опишите от вообще происходящего здесь? Скажем так, да, я участвовал во всех мероприятиях здесь. Эмоции, но они льются через край. Просто это то место, где можно выписывать все, что у тебя накопилось. Полностью согласен. А в целом, как вот вообще перформанс, который представили сегодня организаторы в лице Моринмо? Это довольно-таки необычно. Все группы сыгрались очень хорошо. Да, прям вообще... Прям качают всех. Прям качают, блядь. Вся толпа активно участвует, блядь. Такого обычно не увидишь. Итак, концерт в Леноре подошел к концу. Я считаю, что лето мы проводили достойно. Если бы оно было до сих пор живо, оно бы было очень довольно. Народ еще не до конца разошелся. Они до конца пытаются впитать эмоции этого концерта. Но я могу сказать, что на моей памяти это был один из самых необычных таких тематических концертов. Именно под конец лета. С вами был Неформат. И мы еще увидимся. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok